Время здесь, кажется, поставили на паузу очень давно. Несмотря на то, что сользавод закрыт в 1972 году, меня не покидает ощущение, что мы находимся в 19 веке. Постройки здесь действительно вековые. Вот, например, рассолоподъемная башня, построена в 1904 году, но, несмотря на это, внутри нее современная система безопасности. За состоянием объектов здесь тщательно следят. А с получением статуса музей-заповедник внимания к сохранению экспозиции будет еще больше. Понимаем, что на нас вылагается больше ответственность за сохранение этих объектов. Это не значит, что мы раньше об этом не думали и не делали все для того, чтобы сохранять. Но сейчас у нас будет больше возможности попасть в различные программы, даже на уровне Российской Федерации. Новое название нам в первую очередь дает определенный стимул, определенный виток развития нашего учреждения. Новый статус музея получить было несложно. По критериям заповедника, таким как, например, уникальность территории, он подходил всегда, но оформление документов затянулось. Рекомендации для получения статуса заповедника музей получил от края, а решение о переименовании приняли на местном уровне. Теперь предполагается, что музей сможет участвовать в программах федерального уровня, а это уже заявка о Соликамске не только в регионе, но и в стране. Участие в новых проектах пока в планах. А сейчас музей работает над созданием новой экспозиции, ведь соленая история интересна многим туристам уже сегодня. Приезжает на самом деле с разных уголков нашей страны, и не только нашей страны. Не так давно к нам приезжал академик с Дальнего Востока, а вчера буквально был депутат Государственной Думы из Москвы. Все очень тепло отзываются, когда проходит экскурсию, всем очень нравится, потому что музей всегда очень душевный и приятный. А мы напоминаем, что жители и гости города могут уже 15 августа побывать в музее-заповеднике на фестивале «Огни Гефеста». Запись для участия проводится по телефону 3-43-97. Ну и, разумеется, на фестивале не забывайте про маски и дистанцию. Мария Нагибина, Михаил Морошкин, телекомпания Соль-ТВ.